Книга «Открытым оком», тема женщины, том 3, вопрос 957. Дочери Лота переспали со своим отцом. Это было от Бога или все же нужно расценивать как блуд? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие 19, с 30 по 39 стих. И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. И так напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь. И ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, говоря, он от отца моего. Он отец Мавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен Амми, говоря, он сын рода моего. Он отец Амманитян до ныне. Меня больше удивляет не забота дочерей о продолжении рода, а то, что Библия не умолчала об этой истории. Когда я первый раз прочитал про это, а работал я на корабле, быть может, в самом блудном месте на земле, то даже малой мыслью не зацепился за слово «блуд», но проникся полным уважением к этой книге. Такой правдивой, такой искренней, такой откровенной. Священное Писание не ставит этого поступка Лоту в вину. Воздержусь и я от комментариев. Но так как произошедшие от этого соития дети стали даже родоначальниками нечестивых народов, это показывает, что это дело не одобряется Богом и не благословляется. Субтитры делал DimaTorzok